Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Работа над ошибками. По всем слабым местам инфраструктуры 12-го микрорайона коммунальщикам пришлось держать ответ перед заместителем главы города. Нечистый бизнес. Кто должен убирать мусор за постояльцами частных мини-гостиниц? Мост между веками. Как история из книги о героях древней Горгипи получила продолжение в музыке и живописи. А «Напчане» приняли участие в форуме «Единой России», посвященном вопросам благоустройства городской среды и общественных пространств, который состоялся в Краснодаре. Актуальную тему обсуждали около тысячи участников из всех 85 регионов России. Работали четыре дискуссионных площадки. Комфортный двор, городские и общественные пространства, благоустройство малогородов, а также городская среда, стандарты и индекс качества. При участии депутатов Госдумы, а также заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, делегаты обсудили возможности федеральной поддержки создания мест массового отдыха, участие жителей в благоустройстве дворов, организацию системы оценки качества городской среды для каждого муниципалитета. По словам секретаря Генерального совета партии Сергея Неверова, сегодня важно получать обратную связь из регионов, потому что все эти проекты являются реализацией программы, с которой партия шла на выборы и в основе которой наказы граждан. До конца текущей недели коммунальщики должны будут исправить недочеты, которые выявил обход 12 микрорайона заместителем главы города Анжеликой Бузуновой. Есть вопросы по уборке мусора и листьев по косу травы. Кроме того, в эти же сроки приведут в порядок пешеходную дорожку от улицы Астраханская. Эту дорожку общей площадью порядка 40 квадратных метров полностью заасфальтируют до конца недели. До этого во дворах провели ямочный ремонт на площади порядка 330 квадратов. Остался, можно сказать, последний штрих. В четверг, это Дмитрий Анатольевич, из-за старшего, в четверг вы ходите сюда, с утра техника и в течение дня, я думаю, вы управитесь этим оборудованием. В глубине микрорайона есть пустырь, который, судя по всему, никак не используется. Здесь можно поставить скамейки и посадить деревья. А эта зона похожа на место для пикников. Анжелика Бузунова поручила разобраться, чья земля. Если только это ТСЖ, значит, ТСЖ сюда немедленно убирать. Если это территория муниципальная, относится к муниципалитету, значит, пускай она сюда присылает дворников муниципальных. Разобраться, чья это территория и навести здесь немедленно порядок. Дворовые качели и горки необходимо привести в порядок, подкрасить и в срочном порядке ликвидировать потенциальные опасности. Также поручено срочно вызвать специалистов электросетей, чтобы закрыть технические люки в столбах освещения. Есть места, где нужно покосить траву, в первую очередь амброзию. Я думаю, что мы выйдем в пятницу и все это зафиксируем. Завтра за два дня весь этот порядок будет наведен. Есть полное взаимопонимание со всеми руководителями управляющей компании. Замечаний не так много, да? Когда-то бывало и хуже. Сейчас замечаний не настолько много, но они присутствуют. Поэтому я думаю, что за пару дней все это будет ликвидировано. Управляющим компаниям дано поручение дворы и придомовые территории содержать в порядке, регулярно скашивать траву и контролировать вывоз мусора. Обходы в микрорайонах города продолжатся. Кто виноват и что делать? Жительница улицы Краснозеленых Надежда Гончарова обратилась в администрацию города-курорта с жалобой. Соседи устраивают несанкционированную свалку на газоне перед ее домом. Каждый второй местный житель принимает отдыхающих. Но оплачивать услуги мусороуборочной компании за своих многочисленных гостей и элементарно соблюдать график вывоза ТБО никто не хочет. Как и понимать, что санитарное состояние курорта – дело каждого анапчанина, а не только городских коммунальщиков. Вести борьбу за чистоту придомовой территории уже нет сил, рассказывает Надежда Николаевна Гончарова. Только отъедет мусороуборочная машина, как на газоне вновь появляются бытовые отходы этого оживленного района. В этих квартирах люди живут и, естественно, выносят мусор. У них нет ничего своего, ни контейнера. Я, наверняка, думаю, это сожженит. И они вот организовали несанкционированную свалку. Улицу Краснозеленых обслуживает Сити Кристалл. По графику и без него. Вот как сейчас по звонку заявительницы. Оставить гнить мусор на жаре – значит вновь подвергнуться критике тех самых жителей, что сами наплевали на правила. В летний период количество мусора в разы увеличивается. У нас существует приложение к договору, доп. соглашение к договору. Об этом местные люди все знают. То есть те люди, которые содержат дополнительно квартирантов или отдыхающих в летний период, обязаны производить доплату за своих людей, которых они содержат по соответствующим тарифам, принятым постановлением главы города. Тариф на данный момент 188 рублей с человека. Но, однако же, с этого района, улицы Краснозеленых, где мы находимся, значит, никто еще не подошел в офис и не оплатил. Анна Васильевна работает контролером, ходит по квартирам и убеждает собственников заключить договор с мусороуборочной компанией. Здравствуйте. Откройте, пожалуйста. Кто это? Мастер сети Кристалла беспокоит. Откройте, пожалуйста, дверь. Кто вы? Организация по вывозу мусора. Вот мое удостоверение. Откройте, пожалуйста. Нет, мы заняты. Что это за организация по вывозу мусора? Возьмите удостоверение, посмотрите. Я не хочу смотреть. Вот так происходит почти всегда. Для собственников таунхаусов и квартир в новостройках 200 рублей в месяц траты ненужные. А для пенсионерки Надежды Николаевны это обязательные расходы. Говорит, договор оплатила на год вперед. Я говорю, вот эта вот женщина напротив живет. Я говорю, как же вы так? Вы здесь живете? Зачем же вы тут гадите? Она сказала, я живу здесь с 62-го года. Жила, живу и буду жить. Носила, выносила сюда мусор, выношу и буду. И нецензурная брань. Однозначно должны работать квартальные с населением. Это их работа. Будем прорабатывать вопрос с этими многоквартирными давами, у которых нет контейнерных площадок, которые тоже сюда сносят. Ну, в принципе, и работать с организацией, чтобы не сбивался график вывоза мусора. В ответ на жалобу анапчанки на нарушителей будут воздействовать не только методом убеждения, но и принимать более эффективные меры – штрафовать. На молодежном форуме Кубани регион 93 закончилась смена социальной инновации, в которой участвовали представители Анапы. Смена объединила работников культуры, здравоохранения, образования и молодежной политики. Делегацию Анапы представляли сотрудники молодежного центра 21 век, Дома культуры молодежной и городской больницы. У ребят была всего неделя, чтобы обсудить актуальные проблемы социальной сферы и задать вопросы приглашенным гостям. Также участникам предстояло готовить еду на костре, придумать творческие номера и издавать нормативы ГТО. За неделю пребывания на молодежном форуме его участники приобрели новых друзей, единомышленников, теоретические и практические знания. Благодаря слаженной командной работе Анапская делегация заняла в общем зачете второе место. Во дворе школы номер 6 появился дорожный перекресток. В летнем лагере прошел урок по правилам дорожного движения. Основные правила дети уже знают, но их необходимо закреплять и доводить до автоматизма. Некоторые признаются, что соблазн нарушить иногда бывает велик, поэтому борются с собой. Знак «Уступи дорогу». Следующий знак «Движение только прямо, одностороннее движение». По правилам на велосипеде по проезжей части можно ездить с 14 лет. У участников игры еще есть время подтянуть знания правил дорожного движения. Начальный уровень знаний у детей удовлетворительный, но эти знания необходимо систематически закреплять, то есть и проводить такого рода занятия. У детей вырабатываются уже навыки и они автоматически уже могут использовать эти навыки на уличной дорожной сети нашего города. Иногда просто знать мало. Правилами дорожного движения нужно уметь, а главное – хотеть пользоваться. Ивану 12 лет. На улице он пока только пешеход. Признается, что иногда появляется соблазн нарушить, но сразу на помощь приходят рассудительность и здравый смысл. «Просто нельзя переходить. Я просто пытаюсь себя раздержать от этого. Думаю, что все будет плохо, если я перейду. Не по правилам что-то сделаю». Весь инвентарь – собственность школы. Занятия базируются на конкурсе «Безопасное колесо», фигурное вождение, езда по правилам, творческие номера. Здесь есть отдельный оборудованный класс для занятий правилами дорожного движения. Вместе с тем первые уроки, которые закладывают основы поведения на дороге, преподают родители. «Личным примером ежедневно, когда переходят через дорогу, это нужно объяснять всегда уже на месте, по факту, так сказать. Соблюдая и за рулем правила дорожного движения, и будучи пешеходами». Основная задача подобных занятий – профилактика детского травматизма. Такая наклейка отражает свет и делает ребенка более заметным на дороге в сумерках. Их рекомендуют размещать, например, на школьном портфеле. Но любые принятые меры не отменяют главной родительской обязанности – следить за детьми и не допускать потенциально опасных ситуаций. В Анапе усилили и противопожарную профилактику. На Кубани участились случаи гибели детей при пожарах. С начала года в Краснодаре, Сочи, а также Ленинградском и Темрюкском районах погибли 4 ребенка. В Анапе подобных случаев не зафиксировано. Но, тем не менее, руководителям Центров социального обслуживания населения рекомендовано усилить контроль за патронатными семьями и провести профилактическую работу. Этому была посвящена сегодняшняя встреча в Центре противопожарной пропаганды. Руководитель Центра Людмила Бурнайкина рассказала социальным работникам о самых частых причинах возникновения пожаров и о тонкостях работы с подручными средствами при тушении и возгорании. Снимается пломба, выдергивается чекар. Вот она, видите, колечко. Нажимаете рукоятку и направляете в очаг пожара. Углекислотный. Значит, здесь точно так же. Снимаем пломбу, выдергиваем чеку, нажимаем рукоятку и направляем в очаг пожара. Вместе с социальными работниками на лектории пришли и их подопечные. Ребята на практике попробовали погасить условное возгорание, примерить пожарную экипировку, а также отработать алгоритм действий при условном задымлении помещения. Подобную профилактическую работу теперь предстоит провести социальным работникам со всеми патронатными семьями. Работа будет продолжаться. Мы сейчас во все свои семьи, с которыми мы работаем, выйдем с неплановым патронажом посещения. Значит, проведем дополнительные инструктажи, вручим памятки, буклеты, еще раз посмотрим состояние газовых баллонов, плит, значит, лампочек, всего электрооборудования, которое есть в домах. Ну и будем работать совместно, конечно, со специалистами пожарной части. В завершении встречи гости познакомились с выставкой, представленной в зале. Также им были вручены памятки с правилами противопожарной безопасности и телефонами экстренных служб. В Анапе представили книгу для детей о приключениях мальчиков, которые живут в IV веке нашей эры. Один из них – родственник боспорского царя, другой – сын простого жителя Горгипии. Идея московским авторам пришла после того, как они побывали в Анапе. Тем временем герои книги уже начинают жить своей жизнью. Творческая встреча с авторами в Центральной библиотеке. Юных читателей интересует, как и почему появилась книга. Во-первых, у нас тоже есть детишки, да, двое детишек. И нам хотелось бы просто рассказать вот эту историю и для них, и для всех детишек, которые интересуются древней историей вашего города. До какого-то времени мы собирали сначала в память все истории, которые там у нас были, и хотелось бы их когда-то переложить на эту книгу. А потом в один прекрасный момент – не так давно. Но мы почувствовали, что если дальше мы не будем записывать, мы начнем забывать. Старшие дочери – Татьяны и Максима Будановых, 14 лет, младшие – 5. Они приехали в Анапу на Новый год и думали, куда можно пойти всей семьей. Музей Горгипия оказался в списке достопримечательностей. Впечатлений хватило, чтобы уже в мае этого года появилась книга. Ее герои – Пересад, племянник Воспорского царя, и Геркулат, сын жителя Горгипии. Случайно познакомившись, они отправляются на поиски сокровищ. Авторов консультировали анапские ученые. Отсюда, с агонистического каталога, брались имена жителей. Это список победителей гермейских игр, которые проходили здесь же. Пересад – историческая личность, один из царей. Бывал ли он в юности в Горгипии – неизвестно, но книга все-таки художественная. Хотя, прочитав ее, можно представить то, какой была жизнь в IV веке нашей эры там, где сейчас находится Анапа. Самое интересное, что сейчас для детей очень мало исторических книг пишется. Какие-то приключения, детские детективы, понимаете? А ребенок должен прикоснуться к истории, тем более античной истории и нашей страны. Поэтому это будет очень интересное чтение для наших детей. Галина Кривошеева – творческий псевдоним Межерова, поэтесса и художница. Переехала в Анапу шесть лет назад из Омска. Работает в детской библиотеке и всем рекомендует новую книгу. На картине, которую она решила нарисовать в детском саду, куда ходил ее внук, юноша в греческой тоге и его современный сверстник. Горгипия – невидимая взгляду, что гавани пришедшим кораблям. Ты вкус свина и сладость винограда, моя обетованная земля. Здесь древних городов немолчный говор. Звучит прибой на разных языках. Анапа – современный южный город. Останется в Горгипии в веках. Несколько книг передали в детский сад. Также спели новую песню «Музыку и слова». Написала московская поэтесса, знакомая с авторами книги. «Кораблю попутный ветер, быстрое течение, ожидания и встречи ждут нас приключения». Они мне подарили эту книгу. Я ее, конечно, прочла. И на второй день я звоню и говорю, «Танечка, написала песню. Не могу, просто просится. Пока тиражи у книги небольшие. Недавно вышло второе издание. Приключения пересада» есть на сайте авторов в электронном виде. Скоро запишут аудиокнигу. Уже почти готова следующая история про двух друзей. Авторы не исключают, что их приключения будут продолжаться и дальше. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 26 июля в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем – до плюс 27 градусов. Ночью прохладнее – 23 градуса выше нуля. Ветер южный – от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 24 градуса. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-Регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.